Судьба решена. Псалом 36, с 27 по 40 стих. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него. Не поколеблют со стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на него уповают. Размышления, часть первая. Изнутри, наружу. Псалом 36, с 27 по 34 стих. Давид продолжает сравнивать праведных и нечестивых, уделяя теперь внимание их делам. Божий народ описывается как люди, изрекающие премудрость, а нечестивые, как те, кто стремится к злу. Этот контраст выявляет главное отличие праведных от нечестивых. У праведников закон Божий в их сердцах, и они поступают в соответствии с ним. А сердца нечестивых полны ненависти к Богу и его народу. Содержимое наших сердец определяет наши слова и поступки. Поэтому давайте размышлять над Словом Божьим день и ночь, чтобы оно наполнило наши сердца. Слово Божье – наш проводник к праведной жизни, угодной Господу. Применение. Что ваши поступки говорят о состоянии вашего сердца? Как вы можете поместить больше Слова Божьего и мудрости в свое сердце? Размышления, часть 2. Наше убежище. Псалом 36, с 35 по 40 стих. Этот псалом Давида заканчивается описанием того, какой финал жизни ожидает праведных и нечестивых. Конечно, какое-то время нечестивые могут процветать, но Бог позаботится о том, чтобы за свои нечестивые поступки они получили сполна. Праведные же во все времена испытания полагаются на силу Бога, и Он с присущей Ему верностью спасает их и дает им будущность. За эти обетования и благословения мы можем сегодня ухватиться, и не потому, что в своей собственной праведности непорочны, а потому, что Господь облег нас в праведность Иисуса Христа, который защищает и спасает нас для своей славы. Применение. Какие у вас есть страхи и переживания о будущем? Как это напоминание о Божьих планах на ваше будущее ободряет вас? Молитва. Дорогой Господь, Ты дал мне все необходимые обетования для насыщенной жизни в радости и защищенности. Помоги мне жить, угождая Тебе, чтобы во всем, чем бы я ни занимался, имя Твое прославлялось. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok